Друзья, всем привет! Сейчас отключение электричества это очень частое явление, тем более у меня, так как я проживаю в Украине, и во время блэкаута хотелось бы оставаться с интернетом. А так как без электричества роутеры не работают, то нужно придумать для них аварийный источник питания, чем мы сегодня и займёмся. Погнали! Прежде чем начать изготовление, нужно убедиться, что интернет-провайдер во время блэкаута продолжает раздавать интернет. Для этого просто звоним провайдеру и узнаём нужную информацию. У моего провайдера оборудование работает на аварийных источниках питания, когда нет света, значит всё гуд. Так как интернет у меня идёт по оптоволокну, то у меня установлено два роутера. Первый на подключение оптоволокна, и от него через витую пару подключается второй роутер, который раздаёт Wi-Fi. Питание у роутеров разное. Роутер для оптоволокна питается от 12 вольт, а роутер TP-Link от 9 вольт. Поэтому мне нужно сделать два источника питания. Для чего в первую очередь нам понадобятся аккумуляторы. У меня несколько штук в наличии и как раз есть. Аккумуляторы 18650 с ёмкостью 3200 мАч. Есть у меня сборка аккумуляторов из 10 штук. И я решил, почему бы их все не использовать. Тем более и сваривать их не придётся. В сумме получится ёмкость в 32000 мАч. Так как нам нужно получить два разных напряжения, то возьму два преобразователя MT3608. Их с головой хватит на питание роутеров. Также нам нужен контроллер заряда TP4056 с защитой. Ток заряда на нём 1 Ампер. Маловато, конечно, для 10 банок, но что есть, то есть. Лучше взять плату заряда на контроллере IP2312. На нём ток заряда достигает 3 Ампер. Но, к сожалению, на момент сборки у меня такой не было. По-быстрому в программе Solidworks смоделировал корпус и распечатал на 3D-принтере из PG-пластика. Вот такой корпус у меня получился. В нём я сделал отверстие под кнопки и вентиляцию. Сделал место специально для контроллера TP4056. Через отверстие в корпусе, гнездо которого выходит наружу. Есть вырез под выключатель и провода. Сзади корпуса сделал отверстие, для того, чтобы можно было повесить устройство на стену. Внутри корпуса с зазором вставляется 10 аккумуляторов. И ещё остаётся место для остальных компонентов. Так как у меня аккумуляторы сварены по 5 штук и смотрят в разные стороны, то с помощью двух проводов соединяю обе секции параллельно. На данный момент это все компоненты, которые мне понадобятся для сборки. Нормальный паяльник остался дома, поэтому придётся паять дедовским паяльником. Паять ним одно удовольствие. Надеюсь, война скоро закончится. Собирать всё будем по такой схеме. Проще не придумаешь. Это первый вариант схемы. И в будущем придётся её немного изменить. Из-за одной проблемы. Узнаете об этом позже. Для начала к контроллеру припаяю 4 провода. На преобразователях устанавливаем выходное напряжение. На первом выставляем 12 вольт, а на втором 9 вольт. Преобразователи я закреплю сбоку аккумуляторов, используя термоклей. Держатся они там очень прочно. Входы двух преобразователей нужно соединить параллельно. Примерно вот так. Таким образом, аккумулятор с преобразователем вставляется в корпус. Всё очень компактно. Провода от контактов B- и B+, контроллера заряда, припаяю на аккумулятор. Провод с контакта OUT- минус паяю на минусовой вход преобразователей, а на плюсовой вход добавлю небольшой провод. Если замкнуть провод OUT- плюс контроллера и в IN- плюс преобразователя, то на выходе у преобразователей мы увидим напряжение, которое ранее на них устанавливали. Это 9 и 12 вольт. Для наглядности их подписал. В качестве световой индикации работы устройства я возьму красный светодиод и ограничительный резистор к нему на 500 Ом. Голову светодиода я стачиваю надфилем, чтобы свет от светодиода не был направленным. Для него в корпусе проделаю отверстие, в которое он будет вставляться. Контроллер заряда буду крепить на своё место с помощью суперклея. Приклеивается так, что не оторвёшь. Контроллер уже на своём месте и, соответственно, разъём зарядки тоже. Выходит, у меня три провода. Два пойдут на выключатель, а третий на светодиод. К нему я припаял резистор на плюсовой вывод, а к минусу паяем чёрный провод. Резистор светодиода будем подключать к выходу кнопки и выходит, что при включении устройства загорится светодиод. При включении прибора загорается светодиод, как и было задумано. Для надёжности закрепил всё термоклеем. Теперь осталось сделать провода питания роутеров. Для этого я взял два отрезка провода и два штекера 5,5 на 2,1 мм. Тут всё просто. Разбираем штекер, продеваем провод и припаиваем. Между контактами залил немного термоклея, чтобы они случайно не замкнули. В итоге у нас получилось два провода с штекерами. Провода продеваем через отверстие в корпусе. Далее зачищаем и припаиваем на выходы преобразователей. Получилось всё даже неплохо. Ну и добавим термоклея. Как же без него? Проверим, всё ли работает. 9 вольт в наличии. 12 вольт тоже. В принципе, на этом всё. Закрываем корпус крышкой. В корпусе сбоку есть вырез. При подключении кабеля зарядки через данное окно можем наблюдать за процессом зарядки. Провода со штекерами обязательно маркирую, чтобы не перепутать. И на этом вот такое устройство у меня получилось. Вроде бы выглядит неплохо. А вот как на деле, мы сейчас проверим. На стене под роутерами я вбил гвоздь, на который и вешаю своё творение. В роутер TP-Link я вставляю штекер 9 вольт, а в роутер оптоволокна 12 вольт. Включаем преобразователь. Светодиод мигнул. И на этом всё. Почему-то устройство уходит в защиту. А дело тут вот в чём. При старте роутеров буквально долю секунды потребление питания более 1 А с контроллера, а в работе примерно 800 мА. Но этого потребления на старте хватает, чтобы контроллер ушёл в защиту и на контактах Out пропало напряжение. А по схеме оно у нас идёт на вход преобразователей. Чтобы решить проблему, я изменил подключение контроллера. Сейчас он будет служить только зарядкой для аккумуляторов, но придётся добавить в схему индикатор уровня заряда, так как защита от переразряда на контроллере уже не будет использоваться. Индикатор закреплю сбоку корпуса. Для этого сделаю прямоугольный вырез по размеру индикатора и вставлю его туда. В итоге вот так всё получается. Конечно, пришлось немного отойти от первоначальной задумки, но главное, что всё решилось и должно работать. Закрываем крышкой корпус и перейдём к тестированию. Подключаем питание первого роутера и второго и включаем наше аварийное питание роутеров. Первый роутер. Питание есть. Второй. Также всё отлично. Идёт подключение к сети. Интернет успешно заработал, как и моё творение. Теперь в период блэкаута интернет у меня будет работать, несмотря на отключение света. Заряда аккумулятора, а именно 30 000 мАч, должно хватить на целые сутки при питании двух роутеров, что очень хорошо. Некоторые из вас, друзья, скажут, что стоило впихнуть в корпус ещё и плату пауэрбанка. Отвечу, да можно. Но я этого не сделал, ведь у меня и так есть много пауэрбанков. А так это вполне хорошая идея. Мне же нужен исключительно источник питания для двух роутеров, и он у меня теперь есть. Зато я добавил функцию пауэрбанка и плату быстрой зарядки в ещё один источник питания для роутеров, который сделал на заказ. В нём уже поставил два выключателя. Один для включения питания роутеров, а второй пауэрбанка. Ну и заряжается всё это дело через кабель Type-C. Так что это устройство можно сделать более многофункциональным. Друзья, кто захочет повторить этот проект, в описании я оставлю ссылку на файл корпуса и схему. Не пожалейте лайка для этого ролика и оценки в комментариях. Ну и на канал не забудьте подписаться, если вы ещё не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и мирного неба над головой. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok